В Чебоксарах идет конкурсный отбор в молодежное правительство города. Вакантные места ждут инициативную молодежь. Как можно напрямую повлиять на судьбу города в нашем следующем сюжете? Из 40 прошедших предварительный этап кандидатов будет отобран 21. Шансы при таком соотношении достаточно оптимистичные. Тем не менее, все ребята очень волнуются, ведь конкуренция очень серьезная. Сегодня здесь собрались самые активные представители молодежи столицы. На самом деле мы видим то, что и при формировании молодежного кадрового резерва при администрации, и при формировании молодежного правительства мы видим, что интерес молодежи к участию в жизни города, участие в социальных проектах, городских социальных проектов, она возрастает. То есть есть интерес принимать активное участие, создавать новые проекты. Дарья Курносова, так же как и все конкурсанты, когда-то проходила собеседование в этом кабинете. С начала студенчества и по сей день она занимается молодежной политикой. Только теперь уже в другом статусе. Дарья, благодаря своим стараниям, стала госслужащим в этом же отделе администрации города. В молодежное правительство я попала, когда училась в университете у себя в Чебоксарской филиале Ранхикс. Вообще я училась на направлении государственного муниципального управления. И как бы этот выбор, поэтому молодежное правительство, именно был продиктован выбором моей профессии. У каждого из кандидатов свои идеи, которые они хотят реализовать. Главный критерий при выборе проекта – общественная польза, которую он будет приносить. Целью моей была и остается эта пропаганда здорового образа жизни и спортивного образа жизни. Потому что мне кажется, что зарядки в нашем городе проводятся много. И думаю, что благодаря нам они будут проводиться еще больше. И самое главное, конечно, о чем я сегодня по возможности обязательно скажу – это о поддержке людей с ограниченными возможностями. У всех ребят есть амбиции. И это здоровое явление. Главное, чтобы они были направлены на благо горожан. Алексей Табинов, Борис Андреев, Республика.